Мои партнеры, надеюсь, что меня слышно прекрасно, и поэтому дайте, пожалуйста, мне обратную связь, поставьте плюсики. Да, вижу, что слышно, да? Ну что ж, очень-очень приятно. Давно вас не видел всех, не слышал, и, естественно, уже скучаю, потому что хочется работать в нашей компании, общаться и зарабатывать хорошие деньги. Очень хорошо. Значит, ну что же, сегодня у нас такая обширная программа, немножко расскажу вам о новостях, которые были вчера, у нас вчера была встреча с президентом компании, вернее, должна была быть встреча с президентом, но президент вчера не появился, он был на выезде, и вчера вместо него был его помощник JP, и он пригласил двоих хозяев компаний, новых компаний, которые будут работать вместе с нами и вести бизнес. Поэтому, очень была двухчасовая такая встреча, люди подробно рассказали, что будет у нас, какие мы от этого будем иметь удовольствие, работая с этими компаниями. Ну, по первой компании, которая доставка продуктов на дом, скажу честно, я не был очень-очень вдохновлен, скажу правду. Ну, вот вторая компания, кстати, которая входит почти во все наши новые пакеты, это компания, которая, она, разные бизнесы нам предлагает, в том числе и путешествия. Вот, честно говоря, сначала я был настроен не очень положительно, но, когда прослушал все то, что он рассказал, и, естественно, для меня было важно услышать, как наши партнеры, а вы знаете, что основная масса моих партнеров, это люди, которые живут за границей Америки. Поэтому меня интересовало больше всего, как распространится это все на нашу команду, и какие возможности, какой заработок будет возможен для нас, вот, от этих компаний. И скажу вам честно, удивился, приятно удивился, потому что, да, там есть великолепные возможности. Во-первых, эта компания не только туристическая, эта компания предлагает очень много услуг, и одна из этих услуг является покупка мебели прямо из заводов-изготовителей. То есть, минуя посредников, это уже говорит о том, что это будет намного дешевле и проще для нас. Плюс, кроме всего, там будет покупка не только мебели, а электроники из заводов-изготовителей, ну, в общем, очень много интересного. Естественно, цены будут очень-очень хорошие. Вот, поэтому, поэтому я очень обрадовался, вот видите, придется мне сейчас остановиться и выдавать мастер-83, которому я уже писал пять раз сегодня. Зайдите как положено. Еще даю минуту. Нет, блокирую навсегда. Никогда больше не сможете к нам зайти. Вот видите, вы сбиваете с толку. Это неуважение ко всей команде. Это неуважение. Кто такой мастер-83? Минута пошла. Через минуту, если вы не зайдете как положено, блокирую навсегда. Время пошло. Ну вот, люди. По-русски вроде говорю, да? А никто не слышит и не хочет слышать. Трудно, трудно говорить с такими людьми, которые не понимают по-русски. Могу по-украински говорить, по-английски, пожалуйста. На каком языке я вам удобнее буду говорить? Хорошо. Давайте дальше. Сбили смысл уже и все. Значит, о чем я хотел сказать? Да, значит, будут возможности даже автомобили покупать прямо напрямую с заводов изготовительных. И хочу еще сказать самое главное, что касается нас. То есть русскоговорящих. Тех, кто не живет в Америке и в Канаде. Будет возможность заработка вот еще в таком смысле. Например, вы. Я знаю, что и Россия, и Украина до войны, естественно. И, то есть, любили путешествовать. Люди любили путешествовать. И когда вчера он показал наглядно, он поделился экраном, показал наглядно. Какая разница в ценах. Вот если, например, ездить по туристическим путевкам, вот куда-то отдыхать, предположим, за границу. Не в Россию, за границу. Он брал на интернете гостиницу и, предположим, на неделю. Так, сумма, вот на обычный поиск всех этих гостиниц, которые делаются на интернете. Значит, цена вот за такие-то дни была, предположим, за неделю, там, две тысячи. Я образно говорю. Берет то же самое, один к одному через Genesis, это стоит 350 долларов. То есть, разница сумасшедшая, огромная. На курорты, поездка на курорты, все те, кто из России, люди едут на курорты, платят на неделю, предположим, большие деньги, это будет намного-много дешевле. Так, в чем возможность открывается для вас? То есть, для тех людей, которые не хотят ехать туда. У вас есть огромная возможность. Например, вы говорите своим людям, которые не в компании Genesis. Но вы знаете, что они хотят поехать. Например, вы делаете объявление. Все, кто хочет поехать, отдыхать туда, 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 обращайтесь ко мне, будет хороший эскид. Они регистрируются под вами бесплатно. Бесплатно. То есть, как покупатели. И за то, что они покупают эти поездки, эти гостиницы, вообще все вот эти вещи, поездки с большой скидкой, с огромной скидкой, вы получаете за это свои проценты. Понимаете? Я надеюсь, что вы понимаете. То есть, для вас, если вы сами не поедете, то если вы будете рекламировать это, а подробно будут даны нам все подробности, как это делается и куда, какие цены. То есть, он вчера показал час, он показывал вот эти вот цены, эту разницу. Самая дорогая была в Москве почему-то. Он взял пятизвездочный отель в Москве, вот я сейчас точно не помню название, и увидел, какая цена у него на неделю, вот в Москве там, название не помню. Там, предположим, две с половиной тысячи на неделю. Он берет через Genesis, оно стоит не две с половиной, а две триста. То есть, всего лишь 200 долларов скидка. В то же время, как на все остальные курорты, на все остальные поездки, огромная разница. И когда его спросили, а почему только в Москве вот такая маленькая разница, он ответил, что мы вели переговоры, и Россия не хочет уступать большие скидки. Все страны, Австралия, Европа, все страны дали огромные скидки, потому что Genesis, кроме России. Как ответить на этот вопрос, пока не знаю. Но он сказал, что мы будем продолжать работать на эту тему со всеми странами, и с Россией тоже, и с другими гостиницами. Они, будем договариваться, чтобы дали больше скидки, потому что Genesis. То есть, у нас открывается возможность заработать и таким образом тоже, если сами не хотите или не можете поехать куда-то отдыхать. То есть, очередная возможность. Там было очень много разных вариантов. Такая компания, которая не только предлагает туризм и товары с заводов-изготовителей. Там, например, если люди идут отдыхать и берут в рент машину, то он пример привел прямо вчера. На неделю в Лос-Анджелес машина на неделю, в сутки 100 долларов в день. 100 долларов в день. А через Genesis 25 долларов в неделю. То есть, разница просто грандиозная. Он такие примеры приводил. Просто перед глазами он это вставлял на сайт и показывал вот эту разницу. Конечно, это была реакция неимоверная. Потому что ничего подобного никто никогда не мог предложить. Вот такие вот у нас пришли к нам компании. Я знаю, что вы сейчас думаете, что нам важнее, конечно, бизнес-план такой, где бы мы были хорошо зарабатывать. Я с вами полностью согласен. И вчера заместитель Дональда объявил в конце, что я знаю, что вы все волнуетесь. Я знаю, что вы все нам пишете. Знаю ваши проблемы. Знаю вопросы. В субботу Дональд обязательно ответит на все вопросы. И надеемся, вот так его слова. И надеемся, что все будут удовлетворены. Вот такие слова были сказаны заместителем президента компании Genesis. Поэтому, ну что же, мы ждем субботу. В субботу в 12 часов по нашему времени будет встреча. Я так понимаю, что она будет двухчасовая, потому что есть много вопросов, которые нужно будет обсудить. И то, что вот он, как отреагирует он на те предложения, которые вот дали ему лидеры со всех стран. Вы не думайте, что только Россия или русскоговорящие вот отреагировали вот так на этот бизнес-план. А отреагировали все. И все написали ему свои предложения и свои просьбы. Ну вот в субботу будем знать результат всего этого. Но так как сказал, опять же повторяю, так как сказал нам заместитель президента, что услышим подробности в субботу. Ну вот в принципе все новости, в принципе все новости, о которых, о которых я хотел сегодня вам, вот о новостях рассказать. Следующим номером нашей программы обширной хочу представить вам молодого, ну такого толкового парня. Наш новый спикер Павел Близнюк, который сегодня нам проведет школу. Он начинает цикл школ для наших партнеров. Я так понимаю, что вы знаете, знаете, что каждый из нас, как мы говорили уже раньше, должен иметь свой YouTube канал и должен рекламировать себя. То есть делать свои видео и рекламировать себя. А вот благодаря вот этой программе, о которой сегодня будет говорить Павел, и мало того, мы для своих партнеров делимся этой программой. Сегодня Павел даст ссылку, где вы сможете скачать и будет проводить вот эти школы, как правильно ее скачать, как правильно установить, какие настройки нужно сделать. То есть все о том, как правильно нам нужна эта программа и как правильно пользоваться этой программой. Опять же, заметьте, только у нас, в нашей команде, мы даем очередной подарок для наших партнеров. Для всех. Поэтому, кто не знает, как пользоваться этой программой, пожалуйста, встречаем нашего нового спикера, Павла Близнюка. Пожалуйста, Павел, включай микрофон. Тебе слово. Так, Павел, в чем проблема у Павла? Вроде бы он включал микрофон, проверяли, все было нормально. У него не работает микрофон. Очень странно. Павел, перезайди, пожалуйста, заново. Перезайди, пожалуйста, проверь настройки микрофона своего. Может быть, зайди из другого. Окей, ты можешь зайти вместе со мной, можно даже троим зайти. Павел, у тебя не работает микрофон. Я вижу, в комнате показывает, что у тебя не включен микрофон. Поэтому тебе нужно зайти из другого браузера. Перезайди, пожалуйста, с другого браузера. Как поймать, все уже в порядке. Давай. Все отлично. Все, давай. Удачи тебе, Павел. Спасибо. Ребят, как меня слышно? Поставьте плюсики. Так, отлично. Меня зовут Павел Близнюк. Сейчас я буду вам показывать школу по программе Кантасия Студия. Во-первых, хотел сказать, для чего она нам нужна. Как бы Феликс уже сказал, но я повторю еще. Для того, чтобы, во-первых, записывать свои ролики, а во-вторых, чтобы закидывать их на YouTube-канал. И тем самым продвигать себя, продвигать свою команду и так далее. То есть пиарить. Первым шагом в нашем будет, это скачать эту программу. То есть у кого уже установлено, вы просто пропустите этот момент. У кого ее нету еще, сейчас я вам дам ссылку. Так, всем видна ссылка. Так, отлично все сейчас. Сейчас открывайте эту ссылку. Так, сейчас открою экран. Так, поставьте плюсики. Видно экран. Так, хорошо. Все, все отлично. Так, я еще раз повторю ссылку, потому что она улетела. Так, когда мы нажимаем на эту ссылку, у нас открывается новое окно в браузере. То есть я закинул на Яндекс.Диск, установочный файл. Нам нужно нажать скачать. Вот, когда вы нажмете эту кнопочку, у вас всплывет окно, куда ее скачать. Да, на рабочий стол, либо еще на какой-то диск. То есть у кого это получится, сейчас я открою чат. Напишите единички. У кого получилось скачать. Не скачивается, да. Пишите это на вас, ну пока, хорошо, секунду. Так, хорошо, ребят. Если не скачивается... Сейчас есть второй вариант. Вирусная угроза была обнаружена. Вот, получается, это ссылка на облако Mail.ru. То есть, просто нажимаете на эту ссылку... Вот, и у нас получается тут папка, да? Ziparty. Нажимаем вот кнопочку «Скачать» вверху слева. Когда мы ее нажимаем, всплывает окно. Сохранить файл. Убираем точку здесь, вставим. И нажимаем «Ок». Вот, и теперь нам нужно задать путь, куда ее сохранить. То есть, на рабочий стол. Либо на какой-то диск. И так далее. Да, но я рекомендую на рабочий стол, потому что, чтобы потом долго не искать ее. Вот, давайте на рабочий стол. И нажимаем кнопку «Сохранить». У меня уже она скачена, поэтому у меня крутят ее замену. Давайте заменим. Вот, пошло скачивание. Так, сейчас. У кого получилось скачать с облака? Так, отлично. Уже у одного такого. То есть, с облака без проблем накачается. Хорошо, давайте подождем, пока у всех закачается. У всех компьютеры разные. Наталья, у вас с облака не качается? Или с Яндекс.Диска? С Яндекс.Диска не скачивается. Почему? Не знаю. С Качать не с облака? Сейчас я еще повторю вас ссылку. Далее качайте по этой ссылке. То есть, нажимаете на нее, появляется такое вот окно. И слева вверху кнопочка «Скачать». Так, на облаке идет ошибка 4.4. Так, у кого-то получилось, у кого-то не получается, да? У Яндекс.Лимит, да. Скачайте с облака. Нет, программа почему на 30 дней? Я ее пользуюсь уже более 30 дней. А там не важно, есть у вас аккаунт или нет. Это облако. То есть, ссылка на скачивание просто. Так, ребят, давайте еще раз. Будем помедленнее. То есть, вот ссылка. Мы на нее нажимаем. Открывается окно браузера. И слева вверху есть кнопка «Скачать». Мы нажимаем на нее. У нас появляется окно, да? Ну, в каждом браузере это по-разному. Вот в Firefox всплывает такое окно. Которое предлагает нам открыть, либо сохранить файл. Если кого-то не сохраняется, может у вас точка с дисклей. Переставьте точку «Сохранить файл». И затем нажать «Ок». Теперь нам предлагают выбрать путь, куда сохраняется. То есть, я всегда сохраняю на рабочий стол, чтобы легко было найти. И нажимаю «Сохранить». Вот, еще раз сохраним. Так, пишет ошибка в ссылке, да? У кого-то даже скачалось с Яндекс диска, у кого-то с облака, у кого-то и оттуда, не оттуда, да? Хорошо, ребят, у кого и из облака, и из Яндекс диска не качается. Самый легкий вариант. Зайти в Google. Так, ссылку, да? Вот ссылка на облако. Сейчас еще повторю ссылку на Яндекс. Если у кого-то получится. У кого ни оттуда, ни оттуда не получилось, так что я вам говорю, самый легкий вариант, заходите в Google, пишите «Скачать Кантасия 7». И получается не первая строка, то есть не первое меню, то есть тут на английском все, это официальный сайт. Допустим, вот со второго. Этот файл я скачал со второй ссылки. То есть просто открываем ее, заходим на сайт, вот получается, мы нажимаем «Скачать бесплатно». Опускаемся в них же. Вот, здесь также нажимаем «Скачать бесплатно». И через 3 секунды у нас появляется кнопка «Скачать». Также всплывает это окно опять «Сохранить файл». Нажимаем «Ок» и выбираем «Рабочий стол». «Сохранить». То есть у вас есть и вариант, а как скачать. Да, запись школы будет. Так, ребята, нажмите «Бочки», у кого не получилось скачать. Кто еще не скачал? Так, Татьяна, в чем у вас проблема? Да. Получается, 3 человека не может, 4, 5. Да, очень медленно. Это все зависит от скорости интернета и плюс от настроек компьютера, да, мощности компьютера. То есть файл весит там 160 мегабайт где-то, поэтому медленно. Пишет 404 ошибка. Галина, где это пишет? В Яндексе, либо в облаке, либо в губке. Светлана нет, не установится. Если у вас уже установлена программа «Камтазия», да, любой версии, то есть вам эту процедуру не нужно делать, просто подождите. Там, конечно, интерфейс может отличаться, но по деталям нет. Торрент также можно скачать. В принципе, это не проблема. Тоже 4 минуты, но... Наталья, извините, но... 4 минуты мы вас не будем ждать, наверное, да? Если что, потом по записи. Да, запись будет. Итак, мы скачали программу, да? Теперь наш шаг ее установит. Вот наш архив. Первое, что нам нужно, нажать два раза по нему, делая кнопкой мыши. Вот. Открывается этот архив. И внутри мы видим, что у нас один файл установочный, да? То есть по нему также два раза делая кнопкой мыши. Мы нажимаем, идет разактивация, и всплывает окно, получается, запустить. Нажимаем. Вот. Начинается установка. Так как у меня не удалось удалить мою версию Camtasia, у меня тут пишут, изменить, исправить, либо удалить, да? А у меня почему-то не удаляется она. Вот. Вообще надо компьютер почистить. У вас тут будет всплывать окно. Установить программу. Вы нажимаете далее, далее, далее. Пока там не запустится окно, с бегущими такими блоками, да? Что идет установка. Вот, допустим. Даня, да? Вот. То есть, идет установка. Все, отлично. Когда установка у нас закончилась, план пишет программа. Успешно завершена установка, да? И мы нажимаем кнопку готово. Все. Так, теперь. Как найти ярлык? То есть, можно зайти туда, куда мы установили. То есть, мы также путь там приписываем на D, либо на C-диск. Вот. Но так как у меня уже она установлена, первый вариант. Можно зайти в мой компьютер, зайти, куда мы установили, на D, либо на C-диск, зайти в ту папку и запустить запускающий файл. Либо же второй вариант. Ложать на меню пуск. Затем все программы. И здесь найти, оно будет таким вот подсвечивать недавние установленные какие-то программы. То есть, мы ее только установили. Вот она будет подсвечиваться вот так вот. Нодовым цветом. То есть, вот. Папка Comtasia Studio 7. Мы нажимаем, и вот наш запускающий файл, да? Мы нажимаем на него правой кнопкой мыши. Так. И вот меню отправить. Отправляем его на рабочий стол. Создать Яруид. Вот, отлично. Яруид у нас создался. Для чего Яруид вообще придумали? Для того, чтобы быстро запускать какие-то программы. И чтобы не искать по папкам, вынесли на рабочий стол Яруид, и можно быстро ими пользоваться, запускать. Так, сейчас я вернусь к вам. Так. Так, так, так. Папа установилась и седьмая, хотя и есть восьмая. Хорошо, отлично, Светлана. Если седьмая, тогда давайте в седьмой будем все делать. Я просто не знаю, в восьмой там интерфейс такой же, либо же там совсем изменен. Мне, в принципе, хватает и седьмой версии. записывать теорики, ретектировать их и так далее. Так. Все. Вроде больше ничего, да? Продолжаем. Хорошо, если даже на русском языке, то это даже еще плюсом, да? В принципе, неважно, на каком языке, все так интуитивно понятно. То есть, вот наш ярлык. Так, его последнее не делаем. Чтобы его запустить, нужно мышкой нажать левой кнопкой два раза. вот, вот, и первое, что мы видим, получается у нас всплывающее окно. Да? То есть, это панель быстрого запуска. Здесь вам предлагается записать экран, записать речь, записать PowerPoint, и импорт файлов. Также есть блок недавние проекты, с которыми мы работали, и учебный центр. Учебный центр сейчас на английском языке. поэтому легче обучаться вообще просто в YouTube зайти и прописать обучающие уроки по Кантазе. Либо же в Google, либо в YouTube. То есть, информации очень много. Вот, получается, если мы хотим свой ролик записать, нам нужно нажать на запись экрана. То есть, запись речи это просто аудиофайлы какие-то. Если вы поете, если вы там хотите что-то записать, свой голос, можно нажать запись речи. Запись PowerPoint у меня почему-то не работает, но я так подозреваю, это запись слайдерки. Подготовка конференций, презентации и так далее. Import файлов это получается, когда у нас есть еще какое-то видео, загрузить его в Кантазию и отредактировать. Вот, если вы не хотите, чтобы при запуске программы каждый раз всплывало это окно, можно убрать галочку. Вот, но для новичков я советую оставить галочку, чтобы при запуске было это окно. иду потом их искать, где записать экраны, где речь и так далее. Сейчас будем пошагово все делать. Ребята, кто дошел до этого момента, до которого дошел и я, да, то есть установил программу, скачал, установил и запустил. Поставьте, пожалуйста, пятерочки. Отлично, отлично. То есть успеваете, да? Так, хорошо, поехали дальше. Кто не успевает, посмотрит запись либо на YouTube очень много материала. Так что не переживайте. Так, для того, чтобы записать ролик, как я сказал, нужно нажать на запись экрана. То есть нажимаем один раз левый кнопкой мыши. Вот. У нас появляется здесь панелька. И как мы видим, границы записи экрана, да? то есть эти границы можно по-разному менять, то есть какую область вы экрана хотите записать, так получается вы расширяете либо сужаете, да, это поле. То есть на панельке также есть кнопка Full Screen, то есть полный экран. Если мы нажмем левой кнопкой мыши один раз, по этому меню у нас получается весь наш экран выделяется в эту область. У нас будет записываться видео, весь экран, и панель задач, и сам рабочий стол, да? Если мы не хотим, чтобы панель задач была в видео, обычно это отвлекает, можно пододвинуть эту грань, чтобы скрыть, да? То есть на видео будет отображаться вот эта область, что выделено пунктирными линиями. допустим, в некоторых видео вы хотите куда-то войти, да, в свой кабинет и так далее. То есть у вас есть файлик с вашими данными, и вы не хотите, допустим, чтобы открыть, да, текстовый файл, а у вас там логин, пароль и так далее. То есть чтобы не насветить, можно отодвинуть немножко экран, передвинуть свой файлик в область, которая не будет записываться и отсюда копировать, вставлять, копировать, вставлять, там, рот, логин и так далее. Вот, но учите один момент. Если мы сужаем экран, то есть ширину, если он не полный, вот полный, если мы сужаем его, получается на самом ролике и когда мы его сделаем, заходим на YouTube, у нас получается, сейчас я вот подготовил, вот такая штука. То есть у нас по центру будет видео, а по бокам черные полосы. То есть это не очень хорошо, то есть это некачественное видео. Вот, во-первых, мелко будет, во-первых, черные полосы будут. То есть лучше всего делать экран полностью в ширину на весь экран. Вот, а данные свои, логин, пароль и так далее, которые вы хотите там, куда-то выйти, да, запишите на листик и набирайте с клавиатуры. Вот, но чтобы ширина была полностью открыта в экранах. То есть это область, да? Так, насколько это понятно? Вот, поставки единички, кто понял, и двоечки, кто не понял. Про область экрана. Отлично. Так, только один человек не понял, да? Хорошо, повторяться не буду, пересмотрите запись, там уже, в принципе, разберетесь. Надеюсь. Альфия тоже не поняла, да? Выпрасывает из комнаты, да? Хорошо, ребят, давайте сделаем так, чтобы не останавливаться, чтобы эта школа не шла, там, 3-5 часов. То есть, у кого что-то не получилось, кто отстал, кого выкинуло, и так далее. То есть, вы посмотрите запись, и потом пошагово все сделаем. Хорошо? Так, а те, кто успевает, мы поехали дальше. То есть, мы остановились в фуллскрин, это полный экран. 2-я меню, в кастом, да? Здесь мы можем выбрать, получается, свой экран, какой у нас размер экрана. То есть, допустим, 860, у меня уменьшилась эта область. То есть, будет записываться только вот эта область. Вот это все не будет попадать в само видео. Вот, конечно, лучше нажать либо фуллскрин, вот, но я не люблю, когда у меня панель задач видна. То есть, я просто поднимаю эту область, чтобы ее скрыть. Тут можно вручную также забивать. Вот, в принципе, настроек УМА. Далее. Здесь у нас получается веб-камера и микрофон. Тут также, вот, видите, бегунок бегает. То есть, я сейчас говорил, так можно отслеживать, то есть, включен микрофон или не включен. Стоит зеленая галочка, значит, он включен. Если бы стоял крестик красненький, да, то, понятное дело, он отключен. Веб-камера сейчас выключена, чтобы вы не отвлекались. Получается, конечно, если вы хотите записывать ролик, выключить веб-камеру, вынести снятие, с вами и так далее, хотите показать себя. То есть, просто на вашем видео будет справа внизу такой маленький квадратик, где будет получается отображаться вы, да, через веб-камеру. Если вы не хотите записать ролик вместе с собой, с веб-камерой, просто ее выключите. Вот, тогда будет просто экран записываться. Так, в принципе, нам вот эти настройки пока что не нужны. Самый главный фактор это область, которую мы записываем, или что-нибудь микрофон, его можно так регулировать, то есть, чтобы он не фонил, не репел и так далее. Вот, еще очень важный момент. получается, где микрофон, у нас здесь справа получается такая стрелочка вниз, да, нажимаем на нее один раз левой кнопкой мыши, у нас появляется такая табличка. Получается первая строка микрофон, в скобочках написан ваш микрофон, если здесь стоит точка, значит, микрофон ключом. Для записи своих роликов нужно здесь, чтобы была точка, чтобы запись шла и голоса, и экрана. Если мы записываем, допустим, вебинар, какую-то декцию и так далее, а в нашей квартире шумно, получается, какие-то скрипы и так далее, это все будет на видео. То есть, если мы этого не хотим, ставим вторую строчку, точку, и туда, вот, получается, я поставил, то есть, отключил микрофон. То есть, при таких настройках будет запись идти только то, что говорят на экране, вот, также третья строчка обязательно нужна, чтобы галочка была, то есть, это показывает, включен микрофон либо не включен. Так, вот эти вот настроечки, камера, микрофон, поставки единички, кто понял, двоечки, кто не понял. Отлично. Очень много человек улавливает. Спасибо. Так, продолжаем дальше. И последняя кнопка REC. Да, это уже когда мы хотим, чтобы запись пошла. Вот, тут нам также подсказывают запись F9. Можно здесь нажать, можно нажать F9. Вот, давайте сейчас поэкспериментируем, нажмем REC и запишем такой маленький коротенький ролик секунд на 10, 20, 30. Вот, нажимаем левой кнопкой мыши один раз. У нас получается такое окно запускается, отсчет времени 3 секунды. Вот, и было написано, что когда вы хотите закончить свое видео, нажмите F10. То есть на клавиатуре это самая верхняя строчка, да, кнопочка F10. Вот, сколько уже прошло, секунд 10, давайте сейчас пообщаемся с вами еще. Вот, получается, нажмем F10. Вот, когда мы нажимаем F10, сразу всплывает такое окно, да, если видео короткое, если видео очень большое, то, конечно, там шкала идет времени, то есть она вооружается чуть не так быстро. Вот, и что у нас тут получается? Мы можем просмотреть предварительно свое видео. То есть вот наше видео, можно нажать Play, то есть то, что я и говорил, вот, можно перемотать его, вот, также можно посмотреть его на весь экран, шкала времени также, можно посмотреть сколько наше видео идет, да, 51 секунда. Здесь показывается на какой секунде вы находитесь, секунда, минута и так далее. То есть это понятно, надеюсь. Вот, это на полный экран, если мы нажмем левой кнопкой мыши один раз, и встал, здесь экран, да, встал. То есть видите, здесь у нас есть эти дегонки, то есть не очень комфортно просматривать видео, да, предварительно, можно нажать на весь экран, просмотреть его, вот, и затем какие наши действия, да, здесь либо сохранить, либо удалить. Чтобы сохранить наш проект, нажимаем на диске кнопку левой кнопкой мыши один раз, и запускается получается такое поле, куда мы хотим его сохранить. Я выбираю рабочий стол, нажимаю кнопку сохранить, вот, так, и у нас сразу ага, интересно, конечно, такого не было. хорошо, допустим, сейчас у меня раньше такого не было, если у вас это случилось, сейчас, секунду, вот наш файлик, который мы сохранили, это наш проект, то есть расширение тут там проект, самое дело, мы перетаскиваем, нажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем его на шкалу времени и отпускаем. То есть вот наша шкала, да, подожали кнопкой и перетащили. Так, сейчас я вернусь. У кого получилось перетащить видео, то так же нажмите единички в группе, у кого получилось бочки, у кого не получилось. Отлично. так. Сейчас сделаем весь экран, получается смотрите, допустим, видео, да, вот наше, можно также в поле предварительного просмотра на Play посмотреть свое видео, перемотать, как идти, также шкала времени здесь, вот, и допустим, мы заметили, что нам что-то не понравилось, да, либо там звуки какие-то лишние, либо еще что-то, я не очень буду сейчас углубляться в это, я так основы расскажу, то есть допустим, концовка, да, нам не понравилось, нажимаем кнопочку последнюю здесь разделить, по-английски это Split, вот, оно разрезало наше видео, вот, потом просто левой кнопкой выбираем эту область, один раз нажимаем на нее, вот она подсветилась, и нажимаем кнопку Delete, все, оно удалилось, это самое простое редактирование, подробнее об этом так все мы будем говорить на следующих школах, сейчас просто так основы, вот, допустим, есть у нас видео, теперь, как его сохранить, нужно в формате, да, чтобы потом зарядить его на YouTube-канал, во-первых, когда мы закидываем сюда видео, сейчас я его удалил, опять закинул, что-то направилось в окошечко, сейчас я по-новому запущу нашу контаж, видео, нам нужно появляться такое окно, которое спрашивает, с каким разрешением вы хотите сохранить это видео, вот, такое вот окно, то есть, и здесь мы нажимаем на вот это поле, и выбираем качество видео, да, то есть, мы замечали, что какие-то видео в плохом качестве, в каком-то хорошем, это все зависит от разрешения, то есть, пикселей, вот, тут очень много вариантов, да, чтобы не теряться, просто вот, написано YouTube HD-качество, 1280 на 720, то есть, это если вы хотите в хорошем качестве сделать видео, то есть, я рекомендую это выбирать, вот, нажимаем левой кнопкой мыши, у нас тут выбралось это, нажимаем ОК, вот, и наше видео переделалось в это качество, так, сейчас опять вернусь, так, давайте троечки, кто понял про качество, как переделать хорошее качество, четверочки, кто не понял, так, Антон не понял, что именно не понял, у тебя не появилось это окно, ага, хорошо, тогда в записи посмотрим, так, поехали дальше, то есть, мы закинули сюда свой ролик, переделали качество, отредактировали, отрезали то, что не нужно, вот, получается, что нам нужно дальше, у нас все уже готово, нам нужно сохранить этот проект, нажимаем, нажимаем кнопку, produce and share, один раз левой кнопкой мыши, появляется такое окно, вверху выбираем, получается формат, нужно выбрать пользовательские настройки проекта, выбираем и нажимаем далее, далее у нас спрашивает также формат, то есть, мы оставляем все так же, MP4, плавиши и так далее, да, и MP4, нажимаем кнопку далее, здесь мы тоже так же все оставляем, ничего не трогаем, нажимаем далее, тут можно немножко подредактировать свое видео, нажать настройки, там какие-то ключевые слова, и так далее, тема, заголовок, то есть, можно это делать, а можно не делать, мы это пропустим пока что, нажмем далее, вот, получается первая, первая полоска, это как мы назовем свой проект, давайте напишем, шоколок компасии, и второе поле это куда мы сохраним свой проект, включим на рабочий стол, вот, расширение, как мы видим, уже MP4, да, то есть, это уже готовое видео, которое можно смотреть на компьютере, и которое можно уже на YouTube канал закидывать, нажимаем сохранить, так, и нажимаем готово, все, у нас пошла обработка, чем больше видео, тем обработка будет, конечно, идти дольше, так как у нас видео там 30 секунд, оно довольно быстро обрабатывается, так, после обработки, компасия автоматом запускает это, как его, просмотр этого видео, в принципе, можно нажать play, а можно закрыть, давайте нажмем play, под монт-листик, так, здесь у нас пишет, что все хорошо, да, нажимаем готово, все, теперь, если мы хотим сохранить именно сам проект, то есть, с расширением отлично, не помню, сейчас давайте сохраним, допустим, вы нажимаете на крестик, чтобы закрыть программу, и программа вас спрашивает, сохранить именение без именов, и с самого файла проекта, нажимаем да, также опять путь на рабочий стол, сохраняем, окей, вот, и у нас получается вот, сам проект, расширение Camp Coach, а вот наша папка, да, то есть, готовое видео, открываем эту папку, вот, наше видео само, это какой-то дополнительный файл, то есть, если мы идем запустить свое видео, два раза нажимаем на него, вот, и запускается наше видео, да, которое мы сделали, вот, теперь его свободно можно уже грузить на YouTube канал, так, сейчас я к вам вернусь, так, у кого получилось сохранить свое видео, нажмите единочки у кого да, у двоечки у кого нет, так, отлично, отлично, так, отлично, отлично, В принципе, на этом все. Эта школа была предназначена для самых родов, как записать свой ролик, как записывать не только свои ролики, но и записывать вебинары, какую-то лекцию и так далее. То есть, как отключать микрофон, как включать микрофон. То есть, это самый азы. Павел, повтори, пожалуйста, размеры видео. Да, 1280 на 720. YouTube HD. Павел, спасибо большое, Павел, за такую школу. Я надеюсь, что все люди поняли, ты нам достаточно понятно, не спеша, грамотно рассказал. Я надеюсь, что процентов 99 поняли и проделали это. Кто не понял, у нас будет записанное видео, и вы сможете с паузами остановиться, просмотреть столько, сколько вам необходимо. У каждого своя скорость, поэтому я думаю, что каждый дальше разберется сам. Если будут вопросы, вы сможете задать вопросы в чате Павлу, или в личку, или в чате. И Павел, я надеюсь, каждому объяснит. Если Павел не смотрит, то любой из нашей команды, я имею в виду, наши спикеры, тоже смогут вам помочь, в том числе и я. Павел, спасибо огромное. Была хорошая школа. Большое спасибо. А теперь, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете задать вопросы, и я попробую вам ответить на них. И если вопросов нет, то мы на сегодня тогда будем закругляться, и будем отдыхать. У вас уже вечер, довольно поздно. Поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Значит, Дмитрий, когда будет RedimCoins включен? Пока этот вопрос остается открытый, в субботу у нас будет подробная, будет подробная встреча с президентом, который подробно ответит нам на вот эти вопросы. Эти вопросы уже задавали, мы ждем в субботу. Как только будет, вам появится в байк-код. Так, если еще, пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Больше нет вопросов, да? Значит, Панасенко Антон, мне вернули деньги сегодня и написали, для нас есть монеты, общий, количество, показанные ранее, было не точно, поскольку она так же включена, перевод такой у вас кошмарный. Лучше бы на английском написали, я лично не понимаю. Вы понимаете, что там написано? Я только понял, что вернули деньги, а дальше, что это очень трудно понять. Если что, вы напишите по-английски, я пойму быстрее, в чате напишите, ладно, сегодня? после школы. Так, Елена, спасибо. Genesis Coins Total Show тоже was inaccurate, and all costs include expired. Ага, значит, Genesis Coins, которые вам дали, они были неправильно, ошибочные, поэтому вам вернули эти деньги. и Andrei, Genesis Coins, Total Show у него, ик, значит, не сказали, что это была ошибка, и поэтому их вернули вам обратно. Значит, Total, полная сумма, была неправильной. Вы выставите его в следующий раз, когда будет вредим и выводим. Значит, от Марина все понятно, Галина, куда будут расходоваться оставшиеся коинцы? Это все после субботы. Эти все вопросы сегодня я вам ответ не могу дать, потому что в субботу будет отвечать на эти вопросы точно на такие же вопросы наш президент. И вот после субботы мы сделаем встречу и обязательно с вами поговорим. Ну, в принципе, все, да? Хорошо, тогда благодарю вас всех за то, что вы сегодня пришли на школу. Пожалуйста, напомните всем партнерам на следующей школе, на следующей встрече, если кто-то зайдет неправильно, не написав свои юзернейм, имя, имя юзернейм и фамилию спонсора, без предупреждения просто будет вводить. Все, на этом мы заканчиваем. Всего вам хорошего, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok